Всем привет, с вами ЖНО ПРОВОДИ! Это канал с полезностями для путешественников. Если вы любите путешествовать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А сегодня я прокатился на МЦД, и вообще уже несколько дней эта система работает, и с растию немного улеглись, и можно это спокойно, на трезвую голову, обсудить. Итак, самая главная новость, что до 8 декабря 2019 года проезд бесплатный не только на МЦД, но и на всех электричках, кроме экспресса РЭКС. Важно заметить, что это действует на всем белорусском, саговском, курском и рижском направлении. Никто вообще не ожидал, что МЦД возникнет как система, и для некоторых это что-то новое. Ну, для меня ничего нового, потому что в Европе это сплошь и рядом. Ну, самый яркий пример – это немецкая система, где региональбан – это электрические пригородные, дальше штатбан или эсбан – это внутригородские электрические как раз то, что МЦД у нас, и внутригородской транспорт. Там метро, автобусы, трамваи и прочее. Поэтому это в мире сплошь и рядом, уже во многих городах, уже не один год, и Москва движется в тренде развитых столиц мира, что не может не радовать. Ну, конечно же, не только мы не ожидали, но и даже московские власти не ожидали. Они просто в шоке от ЭЖД. Именно поэтому ввели двухнедельный бесплатный режим, потому что, во-первых, не всегда эти даже карта-тройки работают, когда они должны работать. Ну и потом, а как же единый? Я понимаю, что вообще забыл, что такое существует. Я хочу сказать, что москвичи, которые часто пользуются общественным транспортом ежедневно, они не покупают каждый день билет. Они сразу себе на месяц или на несколько месяцев покупают билет, и это называется единый, он записывается тоже на карту-тройка, и спокойно можно по всей Москве кататься за две тысячи рублей примерно. Если вы купили вашу тройку в начале ноября или ранее, то вам необходимо ее активировать, чтобы воспользоваться услугами центральных диаметров. Для этого вам что необходимо, как ее активировать, нигде толком не пишут. Вы просто можете подойти в кассу Метрополитена или МСД, также вы можете это сделать в терминале оплаты проезда в Московском Метрополитене или на диаметрах, просто пополнив карту на любую сумму. Или пополнить баланс удаленно. Дальше. Билетное меню на МСД. Значит, тут тройка работает 90 минут. И тут сразу стоит отметить, что есть три зоны. Это центральная, внутримасковая, пригородная, докуда ей там МСД, и куда дальше едут электрички, все остальные, это уже дальняя зона. Так вот, центральная зона 38 рублей по карте тройка 90 минут. Также, если вы можете оплатить это банковской картой с бесконтактной оплатой, назовем это PayPass, это 42 рубля вы заплатите. А если вы хотите еще на автобусе покататься в Москве по этому тарифу, то уже заплатить надо будет 59 рублей. Дальше это внутри Москвы все. Внутри Москвы. И на 30 дней, правда, это вариант, был размещен еще до открытия МСД, возможно, не работает, я не знаю. Но, в любом случае, на 30 дней, тут вот я вам сейчас список дам, но и вот самое распространенное, я думаю, 30 дней. Это вы пользуетесь и МСД, метро и автобусы в Москве, внутри зоны, 2170 рублей. Пригородная зона, докуда едет МСД, это 45 рублей по карте тройка, 49 рублей по PayPass, и если еще хотите на автобусе в Москве покататься, то уже 80 рублей. Вообще, этого никто не ожидал. Это вы почти в два раза больше должны заплатить, чтобы одну остановку на автобусе прокатить. Совсем безобразие просто. И дальше, это вот то, что зона пригородная. 30 дней по пригородной зоне и с автобусом в Москве и метро стоит 2,570 рублей. Дальняя зона все то же самое, плюс 20 рубля за каждую зону после той точки, до которой едет диаметр. И еще что важно, что билетное меню не работает, московское, как я говорил. И что очень важно, что вы должны понимать, как эта вообще система работает. Это вообще отдельная история, этого тоже никто не ожидал. Возможно, через 8 декабря это поменяется. Но сейчас как? Вы, допустим, в Лобни садитесь и едете в Долгопрудный. Это все в одной зоне пригорода. Ну как, если вы в пригороде садитесь, у вас сразу снимается 45 рублей, и все. И вы потом едете хоть в Одинцово, хоть до соседней станции. 45 рублей все равно. Тоже непонятно. Если вы в Москве садитесь, то вы сначала, допустим, на белорусской плате 38 рублей, а когда вы ходите в Лобни, то там с вас дополнительно снимают, чтобы получилось 45 рублей. Вот вообще запутная система, без программ не разберешься. Так, и еще что никто не ожидал вообще. Что МЦД, что электрички, вы можете ими пользоваться свободно, одинаково, да. И покупать билет, вы можете либо на МЦД ехать на обычной электричке, либо вы можете купить билет на обычную электричку, допустим, от Лобни до Долгопрудного, там, по-моему, 20 рубля стоит, а не 45 рублей. То только если вы купили билет на электричку, то вы уже не можете пользоваться московским транспортом. Вот. И что я хотел сказать, и поэтому вы сами смотрите, что для вас выгоднее. Это, конечно, удобно. Я думаю, это продлится до Нового года тогда. Просто это же закон, вот эти, в Московской области, вот эти тарифы. Закон действует до Нового года. После Нового года новый закон примут. Посмотрим, что там будет. Я думаю, поправят. Нечего людям 20 рубля платить. Так. Вообще, как это вот все произошло, вот этот... Я давно понял, вот когда еще только МЦК возникло, я сразу понял, иначе сейчас электрички делают. Это такой был обкатный момент, потому что МЦК тоже РЖД эксплуатирует. Но в чем ошибка была правительства Москвы? То, что МЦК, она вот этим билетом занимается в московском метрополитее, а РЖД просто гоняет поезда. А здесь они все отдали РЖД, ну, вот это, да, дочерняя компания, это СПЛК, но это все равно РЖД. Вот, и... Хотя, короче, сделали как всегда, думаю, как лучше получилось, как всегда. Поэтому, я думаю, тут как бы особо на московские власти не стоит. Там сваливать что-то, потому что, ну, они там мало что могут сделать, мне кажется. Больше там подмосковье и... Я думаю, московским властям просто на турникеты, как в МЦК поставить эти московские внутри Москвы и все, и не запариваться на эту тему. Итак, вот я сейчас, сегодня покатался на этой системе МЦД. Хочу сразу сказать, что поезда все ходят практически по расписанию, там, одна, две, три, ну, максимум четыре минуты опоздания было. Вот. И... Это все расписание вы можете на стандартном сайте rgpass.rg.ru посмотреть. И МЦД именно работает с пометкой экспресс. Вот. Что касается самих поездов МЦД, значит, они закупили эти иволги, но они думали, что как на МЦК, на них никто не будет практически ездить. Но оказались неправы и теперь соединили два состава в один состав. Но и тех-то иволг не хватало. А теперь вообще не хватает. Так вот, может пройти там, допустим, три-четыре обычных электрички, и только пятая будет иволга. Причем вот эти другие электрички, они могут быть совсем разные. Там и вот эта страшная советская электричка может быть с дермантиновыми вот этими лавками. Может быть даже ласточка. Так, на МЦД-2 из Подольска ходят иволги первого поконения с такой страшной кабиной. Но на самом деле, когда ты внутри и там снаружи вживую смотришь, она не такой страшной кажется. Но особо на эту кабину внимания не обращаешь. Вот уже на МЦД-1 из Лобни ходят уже новые илоги. На самом деле, различных технических практически в ней нет. Примерно одно и то же. Вот. Едут они ничуть не хуже, чем ласточки. Поэтому я очень рад, что используют полностью, можно сказать, российские поезда. Потому что ласточки это сименсы немецкие. Просто собираются в России. И что мне нравится больше в ласточке, единственное, что там сидения расположены в одну сторону. А здесь все сидения расположены вот как в наших электричках, друг напротив друга. Это не очень удобно. Я бы сделал их в одну сторону. Больше личного пространства, так сказать. А так вообще никакого личного пространства нет. И причем еще удобно в ласточке. Там есть такой столик откидной. Там можно что-то перекусить, что-то поставить. Или там компьютер поставить, чтобы можно было поработать, пока едешь на работу. Ну, а так в целом Иволги мне очень нравится. Ничуть не хуже, чем ласточки. И едут плавно, несмотря на эти наши кривые рельсы. Они так плавно, мягко отрабатывают все неровности. Очень достойный поезд. Дальше. Что никто не ожидал? Аэр-экспресс. А теперь все поезда ходят до Одинцова. И очень важно понимать, что тариф, как бы не тариф, а он в режиме Аэр-экспресса идет теперь только до окружной. А далее он идет по маршруту МЦД-1. И там вы можете также использовать билеты на электричке или билеты МЦД. Потому что МЦД большое интенсивное движение. И просто не было слота, чтобы обеспечить Аэр-экспресс отправление с белорусского вокзала. И Аэр-экспресс где-то пожертвовал чем-то, сказав, хорошо, я буду ваши диаметры обслуживать, только дайте мне белорусскую станцию. Но к чему это привело? Что, конечно, теперь вы, конечно, даже с белорусской, вы вот так вальяжно не поедете, как вы привыкли. Оставили чемодан в одном конце вагона, куртку повесили в другом конце вагона, сели в третьем конце вагона, разложились там с ноутбуком и прочим. Теперь у вас будет просто это, ну, как в метро поедете просто, ну, по крайней мере, от Одинцова до окружной. Вот. И я уже понял, и уже, допустим, они, вагонов не хватает, они это все перебросили, эти все составы с Домодесса, этого, с Внукова на Шереметьево, вот это направление двухэтажной штадлеры, туда запустили ласточки, и они там, судя по всему, уже не хватает времени их обслуживать, потому что уже в туалете даже воды нету, что будет дальше, сложно представить, в каком состоянии будут эти вагоны, потому что, ну, я вам сейчас покажу картинку, как люди едут из аэропорта, это совсем не то, как мы привыкли, люди едут в метро. Так, с этим, а, еще что самое ужасное, теперь от Беларуси, еще я вам советую с окружной, потому что там уже поезд идет без остановок, а с Беларусской, если вы поедете, то вы поедете 50 минут до аэропорта Шереметьево. Это бы никто не ожидал, потому что Шереметьево вообще, это ближайший аэропорт из Москвы, там 5 км, по-как, по-как, по-моему, а тут вы, 50-м, даже 11-го, который, там, 20 км, примерно, от Москвы, то быстро доезжает, ну, короче, мало приятного. Ну, зато теперь сети можете ехать в аэропорт прямо 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 в аэропорт. И если выйти в режиме МЦД, то вы покупаете вот эти билеты электрическим МЦД, а здесь, если вы едете в аэропорт, то вы сразу покупаете билет на Аэр-Экспресс. Вот, на МЦД не надо уже покупать. Теперь интересно, значит, про остальные диаметры давайте поговорим. Значит, Д3 у нас будет Крюково-Раменское в 22-м году, Д4 Апрелевка-Железнодорожный в 24-м году, и Д5 из города Домодедово до Пушкина в стадии проектирования. Пока неизвестно, когда будет. Возможно, в 25-м. И еще что интересно, что вот эти электрички, которые сейчас издалека, они в будущем не будут на всех станциях останавливаться в пределах зоны МЦД. Они лишь будут останавливаться на крупных пересадочных узлах. Вот, поэтому тут опять плюс для жителей Дальнего Подмосковья, что вы теперь быстрее будете добираться до центра Москвы. И, конечно же, успех это или не успех, много уже дискуссий в интернете. Конечно же, это успех. Потом это плюс для города, для людей в первую очередь, потому что теперь будет распределение потоков, кто с Дальнего Подмосковья едет, те на обычных электричках поедут. Кто, допустим, из Лобни едет, к ним будет подходить пустой состав, они могут спокойно туда заходить. Вот теперь люди не на первой станции метро выходят из электрички, а едут уже куда им надо, и более равномерно распределяется поток пассажиров. И успех, конечно, это чтобы заработал московское билетное меню в полном объеме, и, конечно же, чтобы все электрички перешли на режим МЦД. На самом деле уже есть схема вот этого зонирования МЦД, и она проходит по всей Москве. И, соответственно, осталось только поставить аппараты и запустить систему. Тогда будет вообще все замечательно. Если вы хотите что-то дополнить или у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока, до встречи в новом видео, пока-пока.